Шпаневан, бой готов! Сступаем на рассвете. Ли! Таких, как она, в нашем кино почти не было. Яркая, сильная и свободная. Впереди бесконечный марафон больших и малых творческих побед. Я хотела завоевать, и я его завоевала. Но внезапно она сходит с дистанции. 1987 год. МХАТ собирается на гастроли в Японию. Незадолго до отъезда одна из ведущих актрис, Екатерина Васильева, кладет на стол Олегу Ефремову заявление. И уходит. Из театра, из кино, из своей прежней жизни. По стране ползут слухи. В прессе намекают на какую-то жизненную трагедию, катастрофу. Что еще может заставить актрису покинуть сцену? Но попробуйте представить, что с кем-то, кого вы знаете, случилось чудо. И оно изменило всю его жизнь. А ведь дело было именно в этом. Екатерина Васильева узнала, на что способна любовь. Верить оно должно, сердце не сняло, но сердце любить должно. Субтитры создавал DimaTorzok Начало 80-х. Если смотреть на экран, кажется, что у Екатерины Васильевой все чудесно. Фильм за фильмом, роль за ролью. Не жизнь, а песня. Она называлась себя новогодней артисткой. Я, говорит, новогодней артисткой, потому что как только включаешь телевизор под Новый год, по всем каналам идет обязательно что-нибудь с ее участием. Только самые близкие знали, все не так, как кажется. Васильева чувствует себя совершенно опустошенной. Вокруг множество людей, работа в театре и кино с утра до ночи. А пустота не исчезает. Вот пишет. Внутри вакуум. Господи, бывает, что с людьми такое? Учительница русского языка. Учительница не дама. Что же она изъясняется? Сторож замысловатая. Человеку свойственно чувствовать, делиться мыслями. Можно почувствовать и вакуум. Можно, но не нужно. Если ты хочешь быть великим артистом, тут требуется все. Полная отдача, полная, даже трагическая. Потому что чем актер талантливее и больше играет ролей, тем больше опасность, что он и в своей жизни начинает играть, и подчас не знает, где кончается игра, и начинается жизнь. И у Кати, у Екатерины Сергеевны были такие периоды в жизни. Пустота внутри – именно то, что испытывает теперь сама Екатерина Васильева. Вакуум в месте, где должна быть душа. Кто-то прекрасно без нее обходится. У кого-то болит, и болит все сильней. Это не так просто – сыграть, развлечь людей. В этом есть и пустота очень часто. И нас, конечно, артистов, эта пустота часто уничтожает. Когда все начало рушиться? Может быть, если найти точку разрыва линии жизни, удастся понять, как повернуть назад. 1920-й. На одном из последних пароходов уплывает из Крыма поручик Виталий Макаренко. Бежал вместе с беременной женой. На вокзале в Давке ее унесло людским потоком. Поручик уехал, жена осталась. Больше они никогда не виделись. Это, знаете, для меня это все, что случилось с Россией, абсолютно личная история. Я вот сейчас не могу говорить и никогда не могу. Потому что это вот моя личная история. История моей семьи, история моей России, которую я люблю бесконечно. Дочь белогвардейца и эмигранта – клеймо на всю жизнь. Другое дело – племянница великого педагога, создателя первой трудовой колонии для малолетних правонарушителей. Антон Семенович Макаренко взял Олимпиаду, дочь своего брата, в свою семью. Олимпиада росла красавицей. В 17 лет приглянулась знаменитому поэту Сергею Васильеву, орденоносцу, лауреату государственной премии. Его песни распевала вся страна. Сколько мною видено, и сколько мною пройдено, и все вокруг советское, и все вокруг мое. Сергей Александрович Васильев, ее папа. 20-летняя Олимпиада пошла добровольцем на фронт. Служила зенитчицей. И неизвестно, как сложилась бы ее судьба, но тут вмешался Сергей Васильев. Будучи другом маршала артиллерии, для которой он написал официальный марш, попросил разрешения отпустить невесту в Москву, чтобы расписаться. И лично маршал Воронов ему помог это сделать. И он ее увез. А весь полк до одного человека на куске дуги погиб. В августе 45-го у Олимпиады Макаренко и Сергея Васильева родилась дочь Катя. Поэт ударно работал, и семья жила по советским меркам широко. Машина с водителем, государственная дача, квартира, домработница. Вот только характер у Васильева был тяжелый. Ревновал красавицу жену ко всем лицам мужского пола. Отношения с дочерью простыми не были никогда. Катя очень вообще как бы затаенно и не публично его любила. Хотя она намного обижалась в связи с мамой, в связи с тем, как он, так сказать, вел себя с мамой. А с мамой-то он себя тоже вел, на самом деле, по-всякому. Понимаете? Однажды все закончилось. Олимпиада Витальевна забрала детей и ушла от мужа. Из роскошной квартиры в коммуналку. Мама болела. Кате приходилось думать, где подработать. Школьниц на работу не принимали. Смогла устроиться только на почту. Сортировала письма. Вы знаете, она была вот актрисой с 15 лет. Это она здесь, на сцене Дома ученых. Там была театральная студия. Она уже в 15 лет переиграла весь классический репертуар. И, собственно говоря, слух о ней был еще до того, когда она поступила в ВГИК. Катя Васильева с легкостью прошла все три тура в ВГИК. Ее талант был неоспорим. Но вот внешность несколько необычная. Те, кто сомневался в ее красоте, еще не знали, что внешние данные не самое неординарное в студентке Васильевой. Им еще предстояло узнать ее неординарный характер. Я много раз уже слышал, ах, это не сносность характера. Очень даже сносный, хороший, покладистый характер. Покладистый, жизнелюбивый, веселый, чудесный характер. Нет, иногда она меня ругала. И говорит, не делай так. И достаточно жестко, потому что я, конечно, такой человек, подверженный всяким там истерическим моментам, несмотря на то, что она тоже. Она как-то вот держала этот стержень, чтобы так вовремя дать по голове. Вот, и сказать, нет, не будет этого. Жизнь в ВГИКе кипела и бурлила круглосуточно. Еще бы, столько творческих личностей, уверенных в своей гениальности. Кате Васильевой в любой затее, в любом споре и в любом обществе полагалось место в самом центре. Вы понимаете, настолько сильная индивидуальность, настолько потрясающая личность, что все равно, кто бы что не хотел, она все равно была номер один. Понимаете, это было невозможно иначе. Яркая, независимая и свободная. Она легко сводила мужчин с ума. Конечно, она привлекала внимание, но как же, не говоря о том, что она была такая длинная, рыжая, с этими глазищами, понимаете, такая вообще совершенно супер-женщина просто. И, конечно, она нравилась безумным мужчинам. И, конечно, вообще говоря, у нее висел в комнате на стене протест Жанна Поля Бельмандо. Я думаю, что это была бы хорошая пара. Я не умею говорить тостом. Может быть, Владимир Высоцкий и не умел говорить тостом, но пел уже во весь голос. В том числе и в коммуналке, где жила Катя Васильева. Ее комната стала местом сбора московской богемы. Той самой, попавшей под влияние Запада. Полный набор. Буги-вуги, фильмы Антониони, запрещенная литература. Верная дорога в диссиденты. Ну, это, вы знаете, это все была компания вот этот дом. И там был и Никита Михалков, там был и Валя Смирницкий, там было и полно актеров. Мы все жили в этом доме, вы понимаете. Каждый вечер практически. То в одной квартире, то в другой квартире. Только лифт ездил туда-сюда, туда-сюда. Всем нам по двадцать было, двадцать два, двадцать три. Ну, что мы молодые были совершенно люди. Он жалуется на тебя все. Надо поругать. А не хочется. Не хочется, не надо. Ишь ты, не хочется, не надо. Это бы легко жить. Да нельзя. А кто мешает? Все. Тебе этого не понять. А ты научи, чтобы я поняла. Чтобы мне не мешали. Этому не научишь. Ступай. Это фрагмент из фильма Сергея Соловьева. Двадцатилетний студент третьего курса был влюблен в Катю, но никаких определенных брачных намерений не имел. Нет, какие брачные намерения? Ни брачных, ни мрачных. Никаких намерений у меня не было. У меня жизнь лежала впереди. Светлая, чудесная жизнь. Однако вскоре молодому человеку пришлось изменить свои планы. К Екатерине Васильевой пришел свататься студент ВГИКа Эдуард Володарский. И был отвергнут. Тогда Эдуард сделал еще одно предложение. «Не хочешь за меня? Выходи за моего друга Сережку Соловьева». «А вот за Соловьева пойду», ответила Катя. Соловьев в ее представлении был гениален. Она выбрала его за талант. Она ничего не выбирала. Ну что вы? Выбирающая Катя, это вообще... Она вообще никогда в жизни ничего не выбирала. Вот в этом еще Катя много. Вы думаете, она выбирала тот способ жизни, которым она живет? Нет, не выбирала. Никто, они были студентами с Соловьевым, однокурсниками практически. Никто не выбирал. Он тогда был еще даже не снял стационный смотритель. Актриса Екатерина Васильева стала женой и музой режиссера Сергея Соловьева. Молодые люди семейным бытом себя не утруждали. Ужин – это хлеб и консервы. Я все хотел у тебя спросить. Что, если тебе завести здесь роман, а? Зачем мне это надо? Ну, правильно, у тебя же есть муж. Конечно. Почему, конечно? Почему не должно быть мужа? Ты учти, некрасивые женщины лучше устраивают свою жизнь. То, что им дала природа, они берут и сами. Ну, ты красивая женщина. Значит, ты все берешь сама? Ну, конечно, Юра. Ну, а безумный поступок ты-то могла совершить? Не знаю, не думала. Студенческие браки заключаются часто, а сохраняются редко. Замужество Екатерины Васильевой закончилось через 7 лет. Супруги бурно ссорились, со слезами мирились и, наконец, расстались. Я совершенно ни одной секунды не жалею об этом времени. И я вспоминаю это время с очень большим, вот самое правильное сказать, очень большим интересом. Это было 7 лет счастья, несчастья. Ну, 7 лет полноценной, полнокровной, очень интересной, очень честной жизни. Я думаю, что и для меня, и для Сережи это был уроком жизни. Вот. А любовь, я тебя очень люблю, Сережа. Я сейчас, я сейчас так, так тебя люблю, как никогда не любила. Одиночество – это не то, что угрожало Екатерине Васильевой. Напротив, она влюблялась без памяти и влюбляла в себя людей, самых талантливых и необычных. Катя очаровывала самых изумительных мужчин, которых я видел в этой жизни. Вот они все были, попадали под этот трамвай. Это вообще замечательно, это замечательное свойство. То есть у меня, мне всегда было так легко и приятно говорить о своих соперниках, потому что на этом фоне и я как бы, ну, я из этой компании, да, даже я там первый бы толкался. Михаил Рощин. Новая любовь, модный драматург, автор книг и сценариев. Рощин писал смело, остро, был знаком с диссидентами, дружил с Солженицыным. Красивый человек с сильным характером сразу привлек внимание Васильевой. Слава Донжуана ее не смущало. Так же, как и то обстоятельство, что он был женат и имел детей от разных браков. Ну, для меня самый главный ее мужчина, это, конечно, Миша Рощин. Вся, значит, основная дружба наша, и с Мишей, и с ней, это пришлось на время замужества. Он был замечательный совершенно человек, прекрасный, остроумный, легкий, чудесный. И Катя такая же, блистательная была. Еще задолго до их встречи Рощин повесил в своем кабинете ее фотографию в красивой шляпке из фильма по рассказам Чехова. Мои волове-лужки? Да разве ж они ваши? Мои? Волове-лужки наши, а не ваши. Нет, мои. Дело в том, что крестьяне дедушки вашего батюшки, как я уже имел честь сказать вам, жгли кирпич для бабушки моей тетушки. А тетушкина бабушка, она просто, она, она, что ли? Мамушка, тетушка, тетушка, она дедушка наша, вот и все. Шляпки ей очень шли. Что-то было в этих шляпках Васильевой волшебное. Во всяком случае, для Михаила Рощина. И не зря, когда они уже были женаты, он засветился в ее фильме. Заменил непришедшего на утреннюю смену актера, играющего фонарщика. Это была сильная любовь, это была страсть, это было действительно так. Это продолжалось много лет. После блестящего начала в театре Ермоловой Екатерина Васильева ушла в легендарный современник. Оттуда актрису переманивали в свои театры два выдающихся режиссера. Марк Захаров и Олег Ефремов. Она выбрала МХАТ. Перешла туда в 1973-е. Ну, Олег Николаевич Ефремов ее, я так думаю, как актрису очень ценил и любил. Ну, это, это понятно по их жизни. Рощин писал пьесы для МХАТа, как Антон Павлович Чехов. Поэтому Васильеву дразнили в театре «Книпер Рощиной». Да ее звали «Книпер Рощина», пришла «Книпер Рощина». Не приходила «Книпер Рощина»? Вообще грандиозно. Если роли, то главные. Если партнеры, то гений. Сам Иннокентий Смоктуновский называл ее любимой партнершей. Если фильмы, то культовые. Как говорят, золотой фонд кино. Какого рожна вам надо? Ну, какого? Сахарку вам? Мамаша, надо! Послушайте меня. Вы что, приехали? Зачем вы приехали? Чего вы стоите? Чего вы приехали? Вот люди! Уходите отсюда. Уйдите, пожалуйста. На чего вы стоите? Чего вы приехали? Уйдите, пожалуйста. Изберите, заберите концентрат. Изберите, пожалуйста. Ой, Господи. Ой, как жить? Как жить? Господи. Арктиза, она великая. Тут даже обсуждать ничего. В актерском мастерстве, там, не знаю, профессии, она знает вообще все. Там, где мы учились, она преподавала. Шикарная артистка, великая, великая. Мы ее так и называли, когда Королеву Марго снимали, мы говорили, Екатерина Сергеевна Медича. Иногда, я говорю, как ты будешь играть, там, у тебя там давление, давай отменим спектакль. Она говорит, нет, нет, все будет хорошо. И выходит, играет гениально. И я так на нее смотрю, и она говорит, поняла, дура. Ее талант обеспечивает ей место под солнцем. Актрисе не приходится за него бороться. Да она и не боролась. Она служит искусству, а не славе. На сцене и в кино она занята делом своей жизни. Ну, ради чего идти на смерть? Ради выдумки, предрассудка. Ради пустого места. Ради любви. А где она, любовь? Вы ее видели? Она ее видела. Семейная жизнь с Рощином была по-своему счастливой. Екатерина Васильева гнезд не вела, домашних очагов не строила, не та натура. Ей нужен был другой ритм. Вечное движение, смена декораций, лиц, впечатлений. Съемки, премьеры, поздние репетиции, а после рестораны, кампании, приключения. Ну, вот мы могли сорваться там и уехать из застолья в Петербург. Залезть туда, на эти самые, где чемоданы стоят. На следующий день гуляли в Петербурге, потом обратно, ну, тогда это был Ленинград, обратно в Москву. Ну, вообще веселая жизнь у нас была. В личном общении я знаю, что она совершенно прекрасно и с удовольствием вспоминает все, что с ней происходило, и все хулиганства, которые происходили, и как вокруг, вот это вот безобразие, которое было, со смехом, легко, и в этом нет никаких фобий, и в этом нет никаких... Я не люблю этого вспоминать, вот этого вот всего нет. Это была жизнь, она была яркая, она была интересная, болезненная, наверное, ну, как бы есть жизнь. Жизнь неслась, и они вместе с ней. Новые люди, новые пьесы, новые роли. Марафон продолжался. Екатерина Васильева и карьеру не делала, жила, как умела, и казалась, как хотела. Просто она настолько заразительная и настолько прекрасная, что она свой успех не делала. Он рядом с ней ходит, вы понимаете? И это не то, что там, я сейчас делаю карьеру, там, это как, что же я потеряю. Нет, она живет так, как дышит, так, как ей сейчас подсказывает, так она и живет. Она поворачивается и уходит, потому что она это не приемлет. И это так честно и смело, вот это просто грандиозно. Но однажды наступил день, когда Екатерине Васильевой стало ясно. Ей не нужен главный приз. Успех, слава, деньги. Жить ради этого она не готова. Пропала цель, во имя которой она вступила на этот путь. В 73-м году Екатерина Васильева снималась сразу в нескольких фильмах. Съемки были тяжелыми в буквальном смысле. Васильева ждала ребенка. Товарищ старший лейтенант, по вашему приказанию взвод построен. Дорогие бойцы, 8 мая подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков победоносно завершена. Германия разгромлена. Дорогие мои, девочки, война кончилась. Победа! Мир! 9 мая для Екатерины Васильевой двойной праздник. В этот день родился ее единственный сын Митя, Дмитрий Рощин. И это было начало новой истории ее жизни. Когда меня принесли в Митю, я вдруг, меня перевернулось все так вот. Я как испугалась. Тогда я еще не знала, как это называется. Любовь – это ответственность, любовь – это жертва. Вот у меня не было такого чувства ответственности за тех людей, с которыми я жила, за моих мужей. Вот такая я была эгоистка. Их брак оказался не для длинной дистанции. Отношения начали искрить, как электрические провода, и кончились разводом. Согласна на развод? Согласна. Согласна, а потом локти будете кусать. Я не знаю, как это нужно сформулировать для решения суда, но я прошу вас удовлетворить иск. Дело в том, что мы живем в одном доме, ну, просто как чужие люди, мне очень трудно видеть человека, то есть каждый день видеть своего мужа, который любит другую женщину. Просто ради меня я прошу вас решить это дело сейчас, если это возможно, конечно. Ну, это было очень такое, в общем, расставание для Кати, серьезное, мне кажется. она страдала. Ну, там какие-то вокруг него женщины без конца крутились. Вы понимаете, ей это надоело, в конце концов. Поэтому она с ним рассталась, насколько я вот так понимаю. через какое-то время, вот так, к сожалению, мы развелись. Это ужасно. Ну, это, конечно, моя вина. Моя вина. Непоправимая. Мною оплакиваемая. И будет оплакиваемая всегда, пока я жива, ежедневно, ежечасно. И моя вина перед Мишей, конечно, она она неизгладима. Васильева уходила от мужей по-мужски, оставляя все своим бывшим и сохранив с ними дружеские отношения. Сергей Соловьев продолжал ее снимать в своих фильмах. Только в главных ролях у него были другие актрисы. Это все произошло вот через два дня после съемки «Слезы меня». На тебя как похоже. Только ты лучше. Вдруг Катя вечером появляется в гостинице такая несколько просветленная. Я говорю, Катя, ты что, прямо как светишься? Знаешь, я крестилась. Это было так неожиданно и странно. Это не неожиданно, не странно. Екатерина Васильева могла надеяться только на чудо. Без него уже было не выкарабкаться. И она пошла в храм. Пришла измученная, совершенно черная. После крещения священник удивился. Господи, совсем другое лицо. Моя мама, я думаю, что была одним из начитаннейших людей своего времени. И круг ее знакомств об этом говорит в том, в светском ее бытии. Но это неинтересно, потому что ты очень быстро докапываешься до... Раз, у тебя под ногами бездна. Там пустота, там ничего нет. Да нет, у меня не вакуум был в душе, у меня какой-то кошмар был в душе, когда я пришла в храм. Ну, когда, конечно, в храм приходят люди, когда уже все уже, тупик деваться некуда, как правило. Но прошлое не отпускало. Накатывали депрессии, нужна была чья-то добрая рука, которая поддержит, утешит и спасет. Васильеву познакомили со священником Владимиром Волгиным. Вот только до него еще нужно было добраться. Глухая деревня, асфальта нет. Вчера или позавчера были трескучие морозы. Храм очень холодный. И вот Екатерина транспорта никакого нет. Приходит вместе со своей подругой, преодолевая семь километров, для того, чтобы задать те вопросы, которые волновали ее на тот период жизни. Меня это удивило и потрясло. Васильева прошла бы и семь раз по семь километров. У нее хватило бы желания и сил. Она 33 года шла к тому, что называет чудом всей своей жизни. Случайностей нет никаких и никогда. Есть воля Божия и промысел Божий на то, чтобы один человек познакомился с другим человеком. А во мне по всей видимости Екатерина Сергеевна увидела того человека, которому она поверила, которому видела возможности направлять ее духовную жизнь. И поэтому она считает это за чудо. Чудо, но это и труд. Это огромный труд и огромная сила воли и мужественное очень решение. То, что вот она сделала. Жизнь разделилась на две половины. И вместе они никак не срастались. Компромисс это не для Васильевой. В 87-м году она уходит из МХАТа, которому служила всей душой 14 лет. Ее жизнь родилась на две половины. Это правда? Потому что дальше началась очень интересная жизнь. Очень интересная жизнь. Но какая-то другая. Другая женщина с тем же именем Екатерина Васильева встала на другой путь. Ей больше не нужны ни театр, ни кино. Не нужна слава. Время, когда она служила искусству, закончилось. У ее души теперь другой хозяин. Двум хозяевам Васильева не служит. Люди, я так легко говорю люблю. Потому что правда, мне кажется, что я всех люблю. Вот это же разница между прошлым и будущим. Потому что если это так, только если это так, то это гениально. Любовь, вытеснившая из ее души другие чувства, до сих пор кажется незаслуженным даром. Поэтому Екатерина Васильева не верит себе, боится поверить. Наверное, тогда произошел духовный перелом в Екатерине. И как-то вот обратилась она бесповоротно. Она очень страстный человек. Она страстно, в хорошем смысле, конечно, в высоком смысле этого слова, уверовала в Бога. Благодаря ей я пришла в храм, благодаря ей я стала другим человеком и по-другому смотреть на себя, на жизнь, на профессию, на детей и на все, что происходит вокруг. Но очень скоро выяснилось, что искусство нуждается в Екатерине Васильевой больше, чем она в нем. Она слишком большая актриса, чтобы можно было без нее обойтись. С Олегом Ефремовым они не разговаривали три года. Ну что, ну поздно. Что я могу сказать? Нет Олега Николаевича Ефремова. Ну нет его. Я его не верну. Я его, я вижу его на экране, я прям кричу, Олег, золотой, любимый, прости, прости, какая была дура, какие-то качало права, что-то такое пендрилось. Но однажды Олег Николаевич позвонил сам и сказал, что знаменитый польский режиссер Шиштоф-Заноси хочет пригласить ее в свой спектакль. Никакого сомнения не было и не была проблема выбора. Это было ясно, что эта актриса, для этой актрисы делаем этот спектакль. Заодно и страны огромный профессионализм и огромные знания, знания уже не профессии, а знания человека. В играх женщин ее увидел Юрий Любимов и позвал на Таганку в спектакль «Электро». После «Электро» ее пригласил Петер Штайн в «Арестей». По общим меркам чего еще желать. Главные роли в самых больших проектах своего времени. Ни с кем сравнить ее, ни с кем. Она была, а что значит была, она была и есть гениальна. Она актриса абсолютно гениальна. Но Васильева душой уже не с ними. Актерство – это профессия, средство к существованию. Хотя и тут бывают исключения. Для своего друга, актера и режиссера Валерия Приемыхова она была талисманом. Он снял ее во всех своих фильмах, пронзительных и честных. Вот человек за рубеж собрался. Да. По приглашению? Внимание. Навсегда. Выезжающие по приглашению в БДГ готовые документы вы получите завтра. Вот какие мы храбрые. Маму как зовут? Нина Андреевна. А папочку? Михаил Иванович. А деда? Иван Иванович. А куда же ты собрался, голубь? Ты откуда? Из-под Ярославля. Вот где жить надо. Счастливые люди. Да почему я не могу? Да потому что ты русский. И никто нигде тебя не ждет. И никому нигде ты не нужен. Понимаешь? Сыграть в новогоднем фильме «Приходи на меня посмотреть» бывшую новогоднюю артистку долго упрашивал режиссер Олег Янковский. Янковскому нужна была именно она. Не желающая сниматься. Хотя разве мало вокруг замечательных актрис мечтающих работать. Она согласилась не сразу. Рад был познакомиться. Спасибо за приятный вечер. А нет. Нет, Игорь, я вас не отпускаю. Вы крещённый? Крещённый в детстве. А слава богу. Тогда встаньте здесь. Танечка, дай, пожалуйста, икону. Мам. Что вы думаете? Таня, у меня нет времени. Я могу умереть сегодня. Я чувствую, что умру завтра. Ну, в крайнем случае, через неделю. Не копайся. Ну, вот. Ну, что ты копаешься? Встань подле Игоря. Дети, Господь да благословит вас. Живите долго. Дружно. Берегите друг друга и любите друг друга. Актриса играла мать героини. Для соответствия образу пришлось её сильно состарить. Попробовал бы режиссёр предложить ей такое раньше. Она же переименовала Дюренмата, понимаете? Там же визит старой дамы, да? Он сказал, как это старой? Визит дамы. И там уже был большой скандал. Как это так? Почему визит дамы? Он сказал, нет, всё. Визит дамы. Никакой старой. Гениальная актриса остановила свой бег без цели и радости. На сцену она поднимается только ради зрителя. Если в пьесе есть для него послание, которое ей важно донести. Алисбийский! Это момент, где мы можем найти себя. Если мы пробуем вести наши поступки, обращая внимание на 10 заповедей и на Евангелию, значит, на мысль о том, что любовь – это самая главная любовь к другому человеку, независимо, какой он есть. Помните, что главная Алёша – это любовь! Спектакль «Олимпия» в мастерской Петра Фоменко в постановке Евгения Цыганова – её любимая работа. Ничто в спектакле не становится поперёк души Екатерины Васильевой. Наоборот, он о том, что для неё важно. Каждый раз она прям рыдала и говорила, это спектакль для меня. Вот прям вот для моих. Вот так она говорила. Вот они вот прям поймут, будут рыдать. Я не знаю, для кого ты делал спектакль, но вот прям вот это вот для моих. Живи, как птица небесная, да всё Господь тебе даст. Ой, ну почему я не родилась здесь, в Париже? Присунди ела. Раз ты здесь живёшь, значит, у Лондона тебя планы здесь, в России, понимаешь? А с твоим характером ты из Парижа всё проплатываешь. А вот я тебе сказку, хочешь, расскажу, Наташа? Говорят, что через 100 лет после революции, я знаю, в 2017-м, будет в России царь. Да? Уйдя на другую дорогу, Екатерина Васильева менялась внутренне. И рядом с ней менялись и другие люди. Её мама, её сын. Судьба сына тревожила Васильеву. Неужели и для него всё пойдёт по тому же кругу? Она однажды приехала со своим сыном, и он тоже ещё был полностью светским человеком. Но там чувствовалось, что есть огромная чувствительность в том, что я, как Которик, назову областью метафизики. Значит, чувство тайны. А если кто-то чувствует, что вообще в жизни есть тайны, он уже близкий веры. Я его, конечно, люблю безумно, как говорят. Я люблю своего сына. Ну, конечно, ненормально. Любовь, конечно, я его достала, наверное, своей любовью, потому что мне стараются её скрывать, но это невозможно. Я преклоняюсь перед его жизнью, перед его делами. Я знаю, через что пришлось переступить, от чего отказаться. И я горжусь ему. Через что переступила и от чего отказалась Екатерина Сергеевна, знает, наверное, только её сын и видит, как важно для неё быть нужной ему, его семье, храму, прихожанам. Это теперь дело её жизни. И она говорит о себе. В первую очередь, я мать священника. Я всегда понимал свою мать, всегда понимал её очень хорошо. Мы в этом смысле с ней очень чувствуем друг друга. А потом, что такое понимание? У кого-то из отцов есть такое выражение замечательное. Познаём настолько, насколько любим. Я только учусь любить. Я думаю, что какую часть, не знаю, там половина, три четверти, одну четверть. Мне кажется, что я была такой страшной эгоисткой. Я с ужасом, знаете, как Пушкин пишет, и с отвращением читая жизнь свою. Мне кажется, что до рождения Мити, сына своего, я вообще не знала, что такое любовь. Мне кажется, что я искренне влюблялась там, что такое, но это была не любовь. Это всё были какие-то игрушки, это была игра. Сегодня Екатерина Сергеевна живёт вдалеке от городской суеты. К квартире в центре Москвы она предпочла тихое Подмосковье. Вот это одно из самых прекрасных мест в Подмосковье. Это прямо тут удивительная красота. Ну что может быть прекраснее нашей природы, я не знаю. Смотрите, что-то какое. Время от времени случаются фильмы, которые становятся для неё по-настоящему важными. Например, «Марафон». У неё главная роль – княжна, вернувшаяся в Россию, всё здесь потерявшая, кроме души, которая по-прежнему жива. А вы, значит, сидели? Что? Я говорю, статья у вас есть. Да, две. Две? Отлично. А за что? В рак народа. Реабилитировали? По первой – да. А вторая? Вторую за побег дали. За побег. Вы ещё и бежали. Бежала только, бежала. Отлично. Опасная вы женщина. Редкая вещь уже в моём возрасте – получить такую большую роль. Мне очень понравилась идея, потому что она сопряжена с основной моей идеей. Идея любви и жертвы. Она идёт практически на смерть. Она-то знает, какое у неё сердце. Она-то знает, что на этот «Марафон» не добежит. И он, и она совершают для себя подвиг. Они отказываются от самого для себя важного. И так это незаметно, так это трогательно от того, что они не навязывают свои эти подвиги. Они просто совершают их. Это любовь. А любовь – это жертва. Её телефон звонит часто. Продюсеры и режиссёры знают, что фамилия Екатерины Васильевой в титрах гарантирует интерес к любой постановке. Зритель, которого не обманешь, пойдёт за ней туда, куда она его поведёт. Поэтому она долго думает, прежде чем соглашается на работу. И просит благословения у своего духовника. Сыграет только тогда, когда это даёт что-то душе человеческое, что-то даёт зрителю важную какую-то мысль, идею. Я как бы человек идейный, что ли, так скажем. Она очень правдивый человек. Какие-то лажи с ней сразу видны. Они сразу лезут наружу и становятся пошлыми. Она это всё видит и чувствует. Она может быть ориентированной. Она и есть, наверное, этим для моих. Она вынуждена сейчас сниматься в фильмах. Но вынуждена для того, чтобы поддерживать своё материальное существование и поддерживать своего сына, отца Дмитрия, который является автором восьмерых детей, замечательных детей. И часть своего опыта духовного, воспитания и любви Екатерина передаёт своим внукам и внучкам. Ты заветуешь нам очень хорошие книжки, которые нам нужно прочитать. И от этого мы становимся мудрее и умнее. Вот. Я их всех достала, чтобы они читали книжки. Достала всех. Но никто не жалуется, правда? Матушка каких-то детей нарожала замечательных. Это всё мои внуки, это всё моё достояние. Я стану рабочим. Я стану рабочим. Ты станешь рабочим. Ух ты! Я считаю, что это заслуживает просто аплодисменты. Я хочу быть солдатом. Представляете, какие люди, какое будущее. Рабочий, солдат, сейчас колхозница, может быть, ещё найдём. У нас просто вот, вот что значит православное воспитание. Вот, Митя, ты что говорил, хочу быть с кем? Священником. Священником, вот. Храм, сын, невестка, восемь внуков, для которых она родной человек. Разве не чудо, что всё это у неё есть? Она была близка к тому, чтобы разрушить свою жизнь. А с ней и жизнь ближних, потому что искала свою дорогу и не могла найти. А сегодня все, кто знает Екатерину Васильеву, полны любви к ней. В ответ на её любовь. Феденька, родной мой, Господи помилуй, как я тебя люблю. Ты знаешь, как я тебя люблю. Я тоже, бабушка, тебя очень люблю. Ой, спасите, Господи мой золотой. Я тоже тебя очень люблю. Отлично, супер, супер. А очень, очень любишь? Очень люблю. Ой, как хорошо, как я счастлива. Афанасья меня очень любит. Я тебя очень люблю. Да я верю. Ты скажи, что ты меня любишь, и на этом закончим. Потому что ты меня очень любишь Я очень люблю свою бабушку Очень-очень любишь Очень-очень Я ее очень люблю Алексея Сергеевна, я вас обожаю Если бы я начал жизнь сначала Я бы эти 7 лет Обязательно вернул бы В копилку своей судьбы Надо не просто любить Надо благотворить людей Которые рядом с тобой Благотворить По крайней мере нежность Нежность с ними обращаться Мир так искудевает любовью И в глобальном смысле И в личностном В таком повседневном В отношении друг к другу Я прям любить, любить, любить друг друга Прощать, любить